Так, ну что ж, всем огромный привет! Мы вырываемся на финал Pinnacle Dota 2 Pro AM Cup. Вторая игра. Rockskiss проигрывает со счетом 1-0. Sigma очень в хорошей форме находится, надо сказать. Ну и по первой игре стандартную свою тему с Луной и Даззлом использовали Роксы, плюс Скандал на Дивауэрли, Габлак на Nature Profity, Седой на Виндранер, Факин Мэтт на Инче, Фата на Инвокере, Пас на Веномансере, Мигель на Сларке и Сокс на Клокверке. Вот такой вот был необычный выбор от Сигмы. Именно Сокс играл на Клокверке, а Мигель на Сларке. И смогли одержать победу, разрушили вот эту вот... Да, и мы видим, что на этот раз Рокс будет играть со Сларком, разрушили вот эту стратегию с пиком... Так, 1 секунду, я, наверное, включу опять анимированные портреты. Стримлю из Dota TV и вроде не должно так лагать. Посмотрим, если будет лагать. Не исключено, что у нас вообще будет лагать Dota TV, нам придется переключиться. Элдер Титан, Бристлбэк, Слардар и Абадон в бане от Сигмы, Висп, Инвокер, вот наконец-то забанили Инвокера для Фаты, Дивауэр и Гирокоптер от Роксов. Ну и Даззл, Тимберсос, Ларк у нас в пике от Рокс. В чем заключается хорошая игра Сигмы? Если бы я знал, я считал Факин Мэда всегда не очень хорошим игроком, но после третьего Интернешнала он реально круто заиграл, он просто замечательно заиграл. Я вообще-то и не спал, я комментировал отборочные на Dota 2 Champions League, поздравим Virtus.pro для тех, кто не следил за трансляцией на Dailymotion. Virtus.pro сегодня со счетом 3-0 закончили отборочные, обыграли Mouse Sports очень легко, Power Rangers очень легко, но первая игра была с NextKZ, где они совершили камбэк, отыграв там 12 с лишним тысяч золота. Все игры вы сможете найти, ну, наверное, официальной группы ВКонтакте. Я, конечно, наверное, запущу вводы, но пока что вводы, понятное дело, их нету, потому что я только-только отстримил эту квалификацию и переключился на Pinnacle eSports. Нет, на Ви еще не играли и не будут, наверное, до финалов Старладера. Так, я быстренько чекну. Одну секунду, кое-что проверю. Radiant Team Bang Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Дайо Тим Бан Радиант Тим Пик Энчандрос от Габлака, от Банк Локверка и ДК, продолжаю немножко разгребать оставшиеся. Дела Ну, я думаю, что к игре буду полностью сосредоточен уже. Пак Эмирана. Ну, опять у Сигмы, в общем, очень активный вот этот пик их любимый. Дайо Тим Пик 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сларк, конечно, может засноуболиться, тем не менее... Продолжение следует... ДД забирает Мирана и начинает настреливать Сларку, очень-очень неприятно... Слип! Да, почему Бэйн изначально, интересно, не делал слип? Да, и это, кажется, ФБ... Крест! Стрела не попадает, Сларк уходит... И сейчас на ФБ уже может умереть Мигель... Он отъедается Ёлкой... Боже, как же много он дамажит... И Ферст Блад забирает Даззл... Более того, может застрять здесь еще и... Факин Мэтт... Шикарная игра от Йола... Ну что, Факин Мэтт должен кастовать Слип на Сларка? Нет, Сларк его ловит... Это может быть второй килл... Слип... Но нет, не уходит... Винчант раздобивает 2-0 в пользу Рокскиз... Могли они потерять на ФБ Сларка, но в итоге Крест его спас... И жадные-жадные Сигма, погнавшиеся за ним в лес... Сыграли отлично... В опасности Шторм, Скандал... А, минус Скандал... Ну, очень здорово сыграл пас на Алхимике... В общем, 2-1-2 линии у Сигмы... Все как обычно... Они любят эти линии... Такой роумящий Алхимик... Квопа на легкой линии... Которая достаточно неплохо... Может гнобить Тимберсо... И нижняя линия... Бэйн плюс Мирана... Классическая связка... Здесь все время нужно быть одному саппорту... Чтобы будить... Из-под стрелы... Конечно, у Даззла есть Крест... Это просто шикарно... Он шикарно спас абсолютно жизнь Сларку... В предыдущей драке... Нападает... Ну, правда, по-моему, Сларк здесь погорячился... И очень... Очень жестко погорячился... По ХП он чуть ли не в минус разменялся в итоге... Ну, либо на равных... Ой-ой-ой-ой... Посмотрите, второй Даггер берет... Ну, все правильно делает Сокс... Второй Даггер как раз-таки, чтобы гнобить очень сильно... Физическими атаками не будет атаковать Седова... Чисто его ослаблять магией... Все здорово... Так, я хочу посмотреть, все ли в порядке у меня на стриме... Да, все нормально... Всем еще раз привет, кто подключился... Напомню, что это финал Пинакл Капа... Который, кстати, Бест оф 5... А не Бест оф 3, как я думал изначально... Как было везде написано... И 1-0 ведут Сигма... Останавливает Манус Ларк... Мы видим Бейна, который на Хосте здесь... Что-то помешал Габлаку... Ну и пока что нижняя линия не особо себя реализует... С другой стороны, здесь фармит Мирана нормально... 6 крипов у нее... С Ларка 7... Но вот этот только фраг в начале очень сильно, конечно... Подпортил настроение... Из-за этого сейчас должны быть и по левелу неплохо... 3-2... Да нет, вообще 3-2 на 3-2... Все-таки не так уж много... За героев первого левела получили скандал... Опять проседает... Где стан от Кентавра? Очень хорошо играет стан от Кентавра... Фату и забирают двоих... Какая игра от Габлака... Скандал уже был готов распрощаться... За своей жизнью... Но шикарно опять выходит Габлак... Очень здорово действуют своевременно саппорты Роксов... Еще и так... Затянул под конец только выдал этот стан... Ну что ж, забирают двоих... Не теряют никого... Начинают нас до этого подфриживать... Но не сильно... И продолжаем мы смотреть пока что эту игру... Не будем переключаться на рестрим... Квапа продолжает харасить Тимберсоп... Смотрите, как больно ему приходится... Можно с руки даже не бить... Хотя Тимберсоп, посмотрите, огрызается... Дазл забирает Бейна на нижней линии... Крест на БЗЗ... Да, Роксы показывают зубы... На самом деле, очень круто они все исполнили... По идее, должны были проигрывать... Ну потому что и здорово... Шторм... Цепляется Фатус, ДД... Ну и уходит... Шторм вряд ли его здесь догонит... Выходит Алхимик... И, кстати говоря, очень неплохо выходит Алхимик... Заряжает банку... Выкидывает ее... По тучей... Но у Седого слишком много армора... Он уйдет... Да, Седой здесь все сделал... Очень здорово... Проседает, конечно, очень сильно... Но ничего страшного... Главное, что жив... Роумище Алхимик пока что... Не приносит таких больших дивидендов... Если бы второй раз там забрали Шторма... Было бы действительно очень неплохо... Но Шторма забрать не удалось... 5-1... В пользу Рокскиз... Смотрим по графикам... По графикам они ведут чуть больше тысячи по золоту... Чуть больше тысячи по опыту... Достаточно хорошо исполняют все на нижней линии... И Энчантрос... Энчантрос, который раскачивается в лесу... В которой должно быть преимущество какое-то чувствоваться... Потому что... По линиям-то смотрится чуть получше пока что... Сигма... И Мид чуть-чуть выигрывает по крипам... И верхняя линия... Да и в принципе нижняя линия... Мирана больше чем Сларк... Имеет на этом лайне... Шторм... Цепляет Пака... Но тут же Сайланс... И Шторм не успел... Повесить свой Вортекс... Просто потому что не хватило маны... Хотел сделать ганг... Но не получилось... 5-го левела Габлак... С урной... Но еще до сих пор без ботинка... Сокс просто на фрифарме... Но опять же это будет скорее всего Арчит... То что мы видели буквально только что от ВП... Против Маузов... Только там был Шторм на легкой линии... Здесь Квапа на легкой линии... Алхимик... Ой-ой-ой... Как больно... И добивает... Не помогает даже Инвиз... Очень удачно на этот раз действует пас... Ему на роуминг Алхимика просто необходимо получать... Фарм иначе... Иначе он так останется без левела, без артов... Зарабатывать хилы... У него есть третий левел, что очень и очень немного... И у него практически нету никаких артефактов... Учитывая, что у Бэйна тоже нету артов... Вот минус линии 2-1-2... Что саппорт на харде, как правило, получается абсолютно... Никакущий... Сейчас Габлак, кстати, рисковал... Он причем видел, но... Шторм Спирит забирает Квин оф Пэйн на верхней линии... Скандал очень удачно после смерти делает ТП... И... Раздирает Квапу... Но пока что все у Раксов неплохо... Я бы даже сказал, что у них чуть посильнее суппорты... Посмотрите, и у Йола что-то появляется... И у Инчантрос, естественно, что-то есть... Сапог и урна... В то время как у Бэйна просто ничего нет с Алхимиком... Очень слабые... Классическая игра от Сигмы... Роуминг, роуминг и еще раз роуминг... Давайте включим Нетворс... Мы видим, что Квапа и Пак имеют топовый Нетворс... Дальше три героя Рокски... Сларк, кстати, опережает Мирану... Несмотря на то, что по крипам вроде у Мирана побольше... Да, я действительно не видел первой игры... Понятия не имею, что там происходило... Ну... Сигма сильная, это факт... Но и Рокс показывали вполне неплохую доту... На этом турнире... Да и в принципе... И на квалификации Д2ЦЛ они тоже выглядели очень уверенно... Пак фармит Даггер... Очень нужно ему... Отпушивает линию Тимберсок... Квапа... Без ульта играет Queen of Pain... До сих пор восьмой левел... Но в принципе правильно... Между четвертым скрином... Скримом и ультой лучше выбрать скрим... Если ты не собираешься никуда уходить с линии... Потому что там демаг немногим больше ульта... Единственное, чем хорош ульт... То, что у них разный кулдаун... Нападают... Великолепная игра от пака... Просто великолепная игра от пака... Он уходит в шифт... Не дает зацепить себя вортексом... После чего дает Сайленс Шторму... Если бы он сразу давал Сайленс... Шторм был бы в Лайтингболе... И... На него Сайленс не подействовал... Сапог появляется у Химика... Сапог появляется у Байна... Ну что-то уже... Появляется у Суппортов... Хотя, конечно... Очень немногое... Сларк агрессирует... Ему сейчас выгодно поменяться... ПХП разводит на лип... Мирану... Теперь у Мирана нету липа... Хотя лип, конечно, против связки... Вообще никак не спасает... Если она уже прошла... Но тем не менее... Ой-ой-ой... Как скандал не среагировал... Сайленс... Стан... Минус армор... Да, все очень четко делают... Сларк... Нападает на Мигеля... Очень больно Мигеля... Уходит в инвиз... Но не хватает урона... Квапа, скрим... У Квапы все еще нет ульта... Даггер... Замедлен Сларк... Нужно прожимать первый... Жмет первый... Через 2 секунды будет блинк... Но урона со скрима недостаточно... Да, тем более, что не попадает им... Сларк ушел на долю секунды... В невидимую зону... И ускорился за счет этого... Тем не менее... Сларку не удается никого убить... 6-3... В пользу Рокскиз... Я думаю, что мы будем видеть много гангов в этой игре... Такие уж герои... И у Роксов такие герои... И у Сигмы такие герои... Гангующие... Исключительно... Пак забирает хасту... 1300... Скоро... Даггер... Если все у него будет хорошо... У Йола Арканы... Неплохо Йолу... У Седова также Арканы... У Энчантрос... Мэджик Вант... И выфармливается... Ну, наверное, ПТ-шка... Шторм купил себе... Ну и Талисман... Пауэр Трэдс... Тоже кое-что подфармил... В общем-то... И сейчас выходит в смоках... Ну, смотрим на реакцию скандала... Нет, на этот раз он успеет... Да... Алхимик взрывается... Много ХП теряет... И у него до сих пор нет ульта... Сларка оставили на фрифарме... На полном... Мирана здесь ему уже ничего не может сделать... Он выгоднее разменивается по ХП... Ну и что... Ироксы, наверное, пойдут куда-то гангать... Почти шестой Бэйн... Квапа фармит БКБ себе... Интересное решение... Почти шестой Бэйн... И... Почти шестой Алхимик... И тому и другому герою хотелось бы получить шестой Алхимику... Ну, всяко шестой приятно... И для того, чтобы пофармить... И в драке достаточно полезный у него шестой левел... Перетяжка вниз... Цепляют... Очень неплохо... Шторм цепляет Мигеля... Мигель умирает... Минус два... Великолепная перетяжка от Скандала... Отличное действие от... БЗЗ и Габлака... Забирают до фрага... Квапа тоже перетянулась на нижний лайн... И что, Пак? Нет, не заберет... Приходит... Ой, а Пак-то ошибся, по-моему... Нет, забирает вышку... Сайленс... И может еще убить Седова... Ульт... Седой уходит... Бэйн... Слип... Отхиливается Седой пассивкой... Отпивается бутылкой... Квин оф Пейн забирает на нижней линии Дазла... И Шторм уходит... Чудом уходит... Но его цепляют... Стрела попадает... Скандала... Стрела... Не уходит скандал... Да... Даблкил от Квин оф Пейн... Очень хорошо разобрался Сокс... Ну что ж, пошла у нас активная Дота... С одной и с другой стороны... Квапы нет у ульта... Зато есть ульта теперь у Байна... Что очень кстати... Алхимик также с ультой... Формит медальку... Ну что, посмотрим на графики... Вы посмотрите по графикам... Вот как-то вроде даже Роксы неплохо действуют... Но по золоту, по опыту... Они начинают проигрывать... Немножко... Но все-таки проигрывают... Возможно, как раз-таки за счет этой вышки... Которую добил очень хорошо... В чем сила Сигмы? Сила Сигмы... Я бы сказал, что... В очень сильном индивидуальном скилле... Да, именно так... Хотя сам бы... Удивился своим словам... Еще недавно... Но у них действительно... Каждый игрок... Возможно, кроме пасса... Да, простите меня, пасс... Играет на очень крутом уровне... Поэтому все вот эти микро-моменты... У них выходят... Очень здорово... Пак ждет жертву свою... И это может быть Шторм... 800 хп у него... Интересно, разложится или нет... Нет, все... Шторм сам все увидел... Да, еще сам нападает... Может взорвать Фату? Хорошо... Фата не успел здесь среагировать... Вот так вот... Пак ждал-ждал-ждал свою жертву... Не дождался и умер... Ставится сентри... Стрела в Йола! Уходит Йол... Фортификейшн... Темная сторона использует... Ульдазла пошел... Ну и что? Смогут сломать вышку? Роксы... Да, крипов у них больше нету... Наверное... Наверное, они смогут... Правда, телепортируются сюда скандалы... Они хотят драться... Фаты нет... У Фаты есть даггер... У Фаты целых три тп лежит... Да, Роксы явно хотят драться... Сокс... Не сконтролил руну... Руну, потому что на топе... Ну иначе зачем сюда перетянулся шторм? Посмотрите, осторожничает Сигма... Ну и Роксы очень действуют аккуратно... Нет, они хотят пушить наверняка... Да, Энчантрас вот оттягивается в лес... Забирает крипа... Сейчас возьмет второго... Второго не возьмет... 19 секунд целых... Сокс забирает руну... Ну и должен возвращаться... Оставляет иллюзии на миде... Реген использует пак... Который у него был очень давно... Ну и что? Все, это минус вышка... Но здесь уже не будут драться... Опять ульт Дазла... Нет... Врываются в Бэйна... Бэйна очень больно... Бэйн умирает... Отличный станет алхимика... Расскаст от пака какой... Скрим... Квапа... Ульт, боже мой... Какой расскаст от Квин оф Пейнт... Два в один размен... Пак идет дальше... Йол... Вешает крест... Пытается улететь... Что, неужели уйдет? Уходит... По красоте сыграл Йол... Цепляют Энчантрос... Да, Габлак пытается уйти... Здесь же Сларк... Ой-ой-ой, Сларк... Но успевает использовать первый скилл... Цепляют Энчантрос... Энчантрос уйдет... Погоня за Сларком продолжается... Пак куда-то залетел... У него совершенно нету маны... Ну и все, и Сларка не убить... Энчантрос фармит лес... Нужно отступать здесь Сигмета... Ой-ой-ой... Стан... Есть ульту... Бейна ловит БЗЗ... Как он не вовремя ворвался... Рановато... Слип на Энчантрос... Шторм... Врывается... Никого не цепляет Шторм... Зацепить хотя бы Алхимика... Цепляют... Стан в Алхимика... Алхимика убивают... Ну... БЗЗ очень рано ворвался... Посмотрите, здесь сидел Пак долгое время... Только сейчас... Фати хватило маны для того, чтобы телепортироваться... Либо у него был кулдаун на ТП... Опять у него три телепорта почему-то лежит... Да, Сигму опять отлично провели драку... В итоге поменялись 3 в 2 суммарно... Отдали, конечно, вышку... Драка была просто убийственная... Прям Пак ворвался... Одновременно с Квапой... Получился какой-то фантастический бурст урон... Бурст дэмэдж... Так, у Бейна появляются Арканы... Квапа... Ну, у Квапы 40 секунд до ульта... Тут Сларку она ничего не сделает... Совсем ничего не сделает... А тем временем Сигма в атаке... В инвизе... Бейн... Сейчас увидит Габлака... Ну все, Габлак здесь мертв... Слип... Стрела... Ну, даже Кентавр ему не помогает... Который ловит стрелу... Потому что слишком много здесь игроков Сигмы... Совершенно нет никакой поддержки... Шторм... Нападает на Квапу... Сларк здесь же и Квапа умирает... Чуть-чуть не хватало ДБКБ Квапе... И успели разобраться с ней... Бейн выходит в спину... Совершенно без маны... Я не совсем понимаю, что хочет Бейн... Выходя вот так вот в спину без маны... У него вообще нет ни один спел... Ну ладно, это такое... Да, много мы видим смертей... И от Сигмы... И от Роксов... И очень много драк... И покупает себе Шадоу Блейд... Мы видим, что Роксы теперь вышли вперед... По золоту, по опыту... Но преимущество абсолютно минимальное... Телепорта мало не бывает... Не поспоришь... В Шадоу Блейде БЗЗ... Забегает... Будет кого-то ловить... Мирану, кстати, можно поймать... Потому что у Мирана не так много артов... И Лип ее не работает... Против привязки Сларка... В отличие от Блинка... Вот интересная штука... Вот сетка Наги... Против нее работает Форстав... Но не работает в ней Блинк... Соответственно... В ней Мигель просто очень осторожен... Телепортируется сюда Пак... Но Сларку здесь не вариант драться... Его могут просто магическим уроном убить... Какая-то телепортация в Масло произошла только что... Да, и Фата забирает этот реген... Я не знаю, зачем БЗЗ нажал прыжок... Он спокойно забирал реген... Может, он хотел в прыжке взять в стиле... Не знаю, в стиле кого... В стиле Джеки Чана какого-то... БКБ появляется... Квапы... Ульт... Ой, сейчас просто... Интересно, видят Йола... Палевная Кура прилетает... Ну и Алхимик взрывает сам себя... В очередной раз... Тем временем стрела попадает в БЗЗ... И он умирает... В последний момент... Нет... Скандал понимает, что врываться здесь нельзя... Три героя... Три героя... Какая стрела от Мигеля... Просто вот в эти кусты... В инвизе... Еще не ожидал БЗЗ, что там что-то будет... Хотя, по идее... Он же играет на Сларке... Он должен был понимать, что его видит... Значит, где-то здесь герой... И учитывая наличие Мираны... Есть инвиз... Но что-то пошло не так... Не заметил стрелу летящую... Там действительно ее непросто заметить бывает... Мека появляется у Габлака... Но тем временем отдают в верхнюю вышку Сигма... Как-то странно на самом деле... Ну, не свойственно командам отдавать вот так вот за бесплатно товара... Возможно, еще телепортнуться... Смотрит... Бэйн что-то все ищет... Факин Мэтт... Я вообще никогда этого игрока не понимал... О, Сларк... Ловит Бэйна... Убивает... Что он сделал здесь? Я не понял... Телепорт... От Мираны... Очень долгий... Но это... Вот о чем я говорил... Не отдают вышки... Вот что делает Факин Мэтт? И при этом... Еще вот он два раза так выйдет... А на третий раз он кого-то там найдет... Убьет Кэрри... Ну, это просто... Жесть... Сбивают сварды... Ну, здесь хорошо развардил, правда, Факин Мэтт... Посмотрите... Раз варды... Два варды... Стрела... Не попала... Сларк в инвизе... Заходит на Пака... Будет нападать на Пака... Пака второй шифт... Можно было бы его цепануть... Находит Мирану... Можно напасть на Мирану... Цепляет Мирану... Лип не работает... Учи механику Доты... Минус Мирана... Пак... Уходит... Получает привязку... Это минус Пак... Отличная атака от Раксов... Хорошо все сделали... Да, вот, конечно, этот Пак... Он действительно против Мирана... Неплохо заходит... И теперь внизу Пак... И опять его не видит Квопа... Ну, правда, ее блинк-то работает... Но ХП можно очень неплохо... Пробить... Ой-ой-ой, какой урон... Вот это урон там был у Сларка... Просто вы видели, сколько он снял Квопе? Неудивительно, что Мирана так быстро умирает... Не имея возможности уходить... В отличие от Квопы... Которая есть блинк... Ну что... 15-10 в пользу Рокс... Опять вот этот график... Который никому толком не дает преимущества... 4 тысячи, правда, по ХП привезли все-таки Рокс... Это небольшое преимущество... Но... Сигма это очень жесткие ребята... И в лейте они тоже очень хорошо играют... Даже из сложных ситуаций частенько выкручиваются... А здесь-то у них ситуация не такая уж и сложная... Да, Роксы не в своем стиле играют совсем... То есть вот этот Сларк... БЗЗ привык на Луне играть на какой-нибудь... На гирокоптере... Где он может собраться в лейт и всех убить... Здесь такого нет... БКБ покупает Шторм... У Пака... Ультиматор... Но это будет Хекс... У Паку не нужно БКБ... У него есть... У него есть Шифт... Сларк... Ловит Квапу... Приходится Квапею зать БКБ... Но протеряет она практически все ХП... Там еще была попытка кинуть стрелу от Мигеля... Но стрела попала в Крипа... Минус БКБ у Квапы... Со Сларком, конечно, приятно в такую доту играть... Но... Тоже нужно понимать, что это не паблик... И ко всему есть свои ключи... Особенно если играть грамотно командно... То и Сларка можно загнобить... Он собирает Арчит... Он собирает, конечно, Арчит... Это замечательно... Но ему большой магический урон... Очень будет влетать без БКБ... Много дизейблов... Просто если он еще и не нажмет свой первый скилл... Это вообще будет печально для него... А Квапи вообще все равно нажмет он первый скилл или нет... Потому что у него практически весь урон АОЕшный... Встанет Рошана... Роксы отдают Рошана... Потому что Сигма уже минут 10, наверное... И вот эту зону контролирует вардами... Я не знаю, сколько они денег потратили на варды... Но они просто не дают Роксану здесь никакого вижена... Рошан умирает очень быстро... Очень долго стоял в стане... Из-за стрелы Мирана... Да, и... Дазл кастует ультимейт... Все видят, но поздно... Очень поздно... Квапа забирает Аегис... Ультимейт Дазла дает вижен... Вот зачем он был туда скастован... Но теперь нет ульта Дазла... Пошла стрела... Близко... Было очень близко... Близко, но... Конечно, Мирана тоже такой герой... Который... Ну, если она не в качестве основного кэри... Если на нее не делается вся ставка... А она как бы... Как вспомогательный персонаж... Как в этой игре, например... То тоже... Может мазать, мазать... Потом попасть вот такой вот стрелой... Крест... Спасает... Ну, там раскастовался Бэйн... Скандал уходит... Минус нули Бэйна... Но очень больно Сидому... Сайланс... Койл... Пак только-только ворвался... Энчантрос... Сларк уходит... Энчантрос не дает уйти... Это 2 в 1... Пытается выбить Аегис... Выбивает Аегис... Габлак до конца доиграл эту ситуацию... Очень хорошо... Забирает Аегис... Какая-то немножко кривая драка была... Только что от Сигмы... У них отсутствовал, насколько я понял, Пак... Но, тем не менее... И сейчас посмотрите... Мирану может БЗЗ... В инвизе... Лип... Но... Сларк себя тут только и ждал... Великолепная игра от БЗЗ... Шторм... Цепляет Квапу... Квапа уходит... Алхимик... Банка... Ой-ой-ой... Бэйн... Успевает выкинуть банку... Медальку... Больно продамаживает Сларк... Тем временем заходит со спины... Нужно уходить Квапе... Квапа уходит... Тимбер... Где Тимберчейн? Тимберчейн достает до Сокса... Он тут же возвращает... Сларк все-таки должен добивать... Нет, он дает блинкануться Квапе... Квапа просто уходит... БЗЗ тоже решил не рисковать... У него практически закончилась мана... Он в ульте уходит обратно... Отлично сыграли Роксы... В итоге превратили минусовой изначальный размен... В плюсовой размен... Потому что убили Мирану... Два в два получился размен... Плюс выбили Аегис... Плюс... Чуть не убили Квапу... Чуть-чуть не хватило... Бить эту Queen of Pain... Там Седой поспешил... Долю секунды... Если бы он еще задержал... Свой Чакрам... Он, наверное, раздамажил его Квапу... Уничтожил ее... Шторм... Врывается на полную ману... Цепляет... Но получает стрелу... Мека... Очень хороший хил... Много раскастовывается... Пак... Шикарная игра от Пака... Ёл... Не может выйти стана... Падают вдвоем... Фата опять всех убил... Как всегда... Квапа... Живет... Сларк... Сларк... Умирает Сларк... Тем временем... Большие проблемы у Энчантрас... Получает она стана от Алхимика... Боже... Какая скорость атаки... Летит стрела... Не попадает... Но Энчантрас все равно никуда не уйдет... Пытается отхилиться на стиках... Умирает Энчантрас... Все хорошо было у Рокскиз... Но этот пак... Это просто жесть... Он ворвался... Он дал Сайленс по-моему по четверым... В этот момент еще застанили Дазла... И... Дал Койл по четверым или пятерым... Фата... Каждый раз... Вот все... Каждый раз... Эмпайр когда проиграли... Напомню что в верхней сетке... Играли Эмпайр на этом турнире... И их как раз таки выбили Сигма... У Эмпайр было даже шикарное преимущество... В какой-то момент... Смотрим... Нет... Квапа оказался чуть четче... А Дазл сейчас умрет... Да... Здесь все просто в пятером внезапно оказываются игроки Сигмы... Дазл никуда не уходит... Так вот... У них был отличный пик... У них вся игра строилась тоже на одном сильном герое... Как Роксы любят играть... И все было вроде бы хорошо... Но как-то потом внезапно Фата на Рошане на Бестмастере ворвался в драку... Убил ключевого Шадоу Демона... Которого вообще не должен был даже до которого дотягиваться... Стрела... Сигма Эмпайр... Я их комментировал... На Виртус Про Дота на Ютубе... На канале они есть... Что там вытворял Фата на этом Бесте? Так грамотно инициировал и... Фактически ключевые драки выигрывал он... Хотя казалось бы... Что может сделать Бестмастер? Нет, ну у него есть какие-то хорошие спылы... Пробивает БКБ... Собирает Хекс... Сокс... Хекс уже есть у Фаты... И вот последние несколько драк Роксы проиграли... С 2000 преимуществ они опустились до 3000 отставания... И проигрывают теперь еще и по экспе... Хотя вели... На мой взгляд сейчас у Сигмы пик набирает... Такую самую жесткую мощь... Так, сверху... Нет, на Фату не хочет нападать БЗЗ... Во всяком случае один... Ой, как удачно... Хекс... Нет, Фата не уйдет... Или уйдет? О боже, он уходит... Ну вот это Фата... Все делал правильно Тимберсон... Кинул Чакрам... Не дал Паку... Выйти из Шифта и сразу блинкануться... Но Фата все равно выжил... Буквально там на каких-то стиках... Не знаю на чем... Квапу... Ловят... Неплохо, кстати, ловят Квапу... Но она уходит с блинка... Тем временным Бэйн... Как здесь оказался Факин Мэтт? Вообще я не понимаю, как он тут оказался... И уходит все-таки скандал... Да, вынудил раскастоваться... Но не хватило урона... Надо было Бэйну попробовать заюзать Брэйнсап... Но если бы он изначально заюзал Брэйнсап... Хекс... Сайланс... Уходит в Шифт... Кидает арбу... Уходит в арбу... Да, Факин Мэтт просто телепортируется... Я... Я не знаю, как они так играют... Но все настолько жестко... Все настолько сыграно... Буквально как... Один организм... Но у Факин Мэда я вообще... Каким образом он оказался здесь... Если Шторм формил лес? Как он мимо него прошел? Я не знаю... И Квапу цепляет... Не успевает Квапа включить БКБ и умирает... Скандал просто со своими прыжками... На всю ману... Я думаю... Огромную роль играет... В том, что Роксы не проиграли еще эту игру... Имеют вполне хороший шанс ее выиграть... Отдается опять Сокс... Но у него практически готов Хекс, тем не менее... У Алхимика... Саппорт Алхимик... Рецепт остался до Кирасы... Что вообще? Давайте пройдемся по артам... Седой имеет Даггер... Имеет Бладстоун седьмого левела... Сларк имеет Арчит... Только вот сейчас появляется Арчит... Ну и в принципе, кстати... Против Пака это поможет очень хорошо... Потому что у Пака основной его эскейп скилл... Это шифт... Шторм имеет БКБ и две тысячи... Немного... Два Брасера и Арканы... У Йола... И Энчантрас... Да, у Энчантрас тоже все достаточно скромно... После Мекки только Пойнт Бустер появился... Хотя Мекка достаточно давно уже была... Здесь Квапа почти БКБ Хекс... До Хекса не хватает... Скоро будет Манта Умираны... Алхимик почти Кираса... Ну и Бэйн... Бэйн достаточно слабо выглядит... Что касается Фаты... Ему, наверное, нужны какие-то ветерки... Чтобы сбивать себя... Арчит... В Инвизе Сларк... Опять... Очень хорошо дает разведку... Здесь, конечно, необходим просто Гейм Сигме... Я не знаю, как они столько времени играют без Гема... При этом еще... Два фрага только проигрывают... Конечно, Сларку тоже страшно влетать... Мирана... Все видят... Липается как-то криво... Да... Здесь, конечно, сыграл не лучшим образом... И остаются драться... БКБ у Шторма... Алхимик заряжает банку... Дает банку вдвоих... Шикарная банка... Сайланс... Скрим... Ну как... Как они это делают? Я не знаю... Факин Мэтт... Факин Мэтт... Умирает Факин Мэтт... Умирает и скандал... Три в два... Из такой ситуации... Я не знаю, каким образом... Промахнулся БЗЗ... Очень обидно... И сейчас он умрет... Сайланс... Нет... Слишком мобильный пик... Слишком мобильный пик у Сигмы... Началась драка... Зацепили Мирану... Бэйн там вообще ничего не успел сделать... Были в меньшинстве... Не было в драке квапы... Не было в драке... По-моему, Мираны... А, нет... Мирана была... Кого-то не было точно из суппортов... Алхимика... Нет, Алхимик... Короче, кого-то точно не было... И в меньшинстве начинали... Но быстро очень подтянулась квапа... За счет своих блинков... Великолепно опять отыграл Фата... И просто драку выиграли в чистую... Фактически потеряв только Мирану... И Бэйна... Бэйна все-таки тоже потеряли... Ну, убили всех... Кроме Тимберсо... Тимберсо, кстати, забрал Гем... Габлака... Очень важную роль сыграл Седой... 3000 у Фаты... Алхимик дофармил свою Кирасу... Что немаловажно... Да, кстати, по поводу керри... Я вот так говорю, что нету сильного керри... Нету сильного керри... Не стоит забывать про Алхимика... Алхимик с ПТ и Кираса... Это уже никакой не саппорт... Это самый настоящий керри-герой... И, пожалуй, Алхимик здесь является... Чуть ли не сильнейшим... Да, маловато у Сларка ХП... Я согласен, то что... Возможно, стоило ему собрать БКБ... Но здесь, видите, такая игра... Больше похожая на паблик... Очень много перемещений по карте... Очень много гангов... И ни у кого нету сильного лейта... Казалось бы... Если бы не этот Алхимик... Шторм, конечно, тоже достаточно неплохо... С БКБ себя ощущает... Но... Как-то один шторм, по-моему, в поле него... Появляется Рошан... Да... И по Варду прошел Габлак... Всех в Смоках Габлак нет... Сейчас им зайдут и такую попу боль там устроят... Просто жесть! Просто жесть! Я не могу на это смотреть! Живёт! Живёт! Нет! Размен! Квапа! Умирает Квапа! Хорошо! Скандал! Менчантра сживая! Квапа байбэк! Даззл! Поздновато, видимо, была скастована ульта... Ловят скандалы... Ловят на стрелу... Ульт минус скандал! Ну и давайте посмотрим на суммарный размен! Убили Квапу... Убили Байна... Всё, больше никого не убили... И теряют Рошану... Какая ошибка от Габлака! Все зашли в Смоках! Не знали Сигма, что на Рошане... Но вот этот вот просто... Вояж от господина Габлака... Который был без Смоков... Спалил всё! Просто зашёл Сокс... Дал рассказ... Зашёл Алхимик... Они вдвоём фактически всю команду там убили... Да... Сигма такое не прощают... Блинк... Хекс от Седова... Ой-ой-ой, Седому больно... Ловит стрелу Седой... Рана Крест! Какая банка от Алхимика! Умирает Дазл... Умирает Габлак... Все четверо попадают на Торрент... Посмотрите на Алхимика... Что он делает? Появляется Крип на Пути Стрелы... Вот и пожалуйста... Мидгейм невероятно сильной Сигмы... И в Мидгейме они ещё умудрились... Ну потерпеть... Некоторое время... Дотянули до Лайтавла... И те у них оказался Алхимик... Ну и в принципе... Посильнее Сигма... Я даже не знаю как описать... Ну просто вот индивидуально... Каждый делает в драке немножечко всё лучше... По итогам... И если в начале игры Роксам хватает... Своего опыта, своего мастерства... То в Лайте пока что не хватает... Почему говорю пока что? Потому что я думаю, что... Всё ещё можно наверстать... Вспомните тех же Сигмы... Это были просто бомжовские бомжи... На третьем интернешне... Этот Факин Мэтт... Этот Сокс... Их игра... Это просто был какой-то трешак... Мигель вообще играл за какие-то нон-про команды... Полу-про... Ну пас как бы... Да, даже пас в этой игре неплохо смотрится... Как они играют сейчас... Ну про Фату не буду так говорить... Потому что Фата был реально сильным и на интернешнле... И он ещё тоже добавил на самом деле неплохо... Ну что, Роксы смогут что-то найти? Ну вот конечно Сларку очень сильно не хватает БКБшки... Он... Он вообще в драке не может сделать ничего... У него и уже... И урона не так много... И живучести никакой совершенно... Очень много АОЕ от Квапы, от... Пака... Даже если он в инвизе, его всё равно частенько цепляет... А если он без инвиза, там просто один алхимик его может порубить... Факин Мэтт опять... Нас три атаки где-то... Цепляет... Пошла стрела... Попадает стрела... Да... И Седова даже Мека не спасает... Дазл чуть-чуть не успел... Чуть-чуть посыпались уже Роксы к концу игры... В инвизе Квапа... Да, а Сигме только этого и надо... Вот как же я хочу увидеть уже Сигму против Налани, против опять же Нави, против Фнатиков, против Альянсов на Старладере... Потому что... Вот они вроде и так хорошо играют... И так вроде разламывают... Приезжают на Лан, и их просто топовые коллективы месят... И против Фнатика они ничего не могут, и против Нави... Алхимик, кстати, может затерпеть... Как Сларк его больно раздамаживает, ворует... Да, умирает от Арчиды Алхимик... Ворует Сларк статы, и с каждым разом даже видно, как у него скорость атаки и урон растёт... Но урона нет, а вот скорость атаки заметна... Успевают захексить... Врываются в Фату... БКБ! Фату можно убить! Нет, уходит в шифт... Сокс... БКБ! Ульт! Фата! Спасается у Фаты уже готово БКБ! Кидается Глейв... Ну и нет, здесь миром разойдутся... Несмотря на то, что драка 2 в 5, судя по всему, разойдутся миром... Бежит, бежит, конечно, Сларк... Квапу можно ещё догнать... Пака не догонишь... У него слишком много обилок... Да, а тем временем... Минвайл Эд Ботом пушит товарищ Мигель... Ну, конечно, такой герой это, Пак... Пака! Можно поймать! Арчидом! Хорошо ловит Пака и убивает! БЗЗ, великолепен! До конца сопротивляется Рокскиз, даже из такой непростой ситуации... До конца играет, до конца бежит, гангает... Квапа! Хекс! Ну, здесь же Сларк! Ну, Сокс всё понимает! Сокс понимает, что там Сларк и что... Может быть ему больно! Мирана тем временем практически с бабочкой... Так, подождите... Нет, не практически с бабочкой, ещё целых 1400... Всё-таки Талисман оф Эвейджен достаточно... Дорогой артефакт! Ловит в который раз Алхимика! И Алхимика может убить! Что творит БЗЗ? Но Алхимик включает ультимейт, не хватает урона... И здесь могут уже и Сларка поймать! Медаль! Стан! Через 5 секунд будет... Хекс! Какой урон от Мираны! Вот это сейчас влетело! Знаете, у Мираны уже очень неплохие артефакты... Имеется Хекс у Сокса... Да, сейчас будет блинг Хекс... Ещё Аегис у него... Вообще... Не жалеют спиллов на одну несчастную энчантрос... Цепляют Дазла... Смотрите, какой урон у Мираны! А, тоже не стоит забывать, что... Урон-то у неё, как правило, не маленький... Конечно, для Кэрри этого недостаточно... Но вот для такого... Хардлайнера, на котором играет Мигель... Этот урон вполне себе ничего... А Егис закончился у Квапы, судя по тому, что... Идёт у неё Реген... Да, так и есть... Уже появляется Демон Эдж... А кто забирает эти стаки? А, Алхимик! Просто особо некем забирать здесь... Да, Алхимик может... БКБ давно у Фаты... Ну вот я как-то не заметил бы КБ долгое время... Ёл... Лол! И стрела влетает в итоге! Умирает Седой... Всё, Роксы... Роксы перестали играть... Три в пять... Драка влетает! Стрела... ГГ пишет Седой... Это 2-0... Ну что, сейчас будем ждать третьей игры... Смотреть третью игру... Благо Дот ТВ держится... Да, согласитесь... Сигмы чертовски хороши... Вот даже Роксы очень неплохо играли... Вначале сопротивлялись... Достаточно достойно... Но в лейте... Пришлось тяжело... Да и... И пик тоже посильнее в итоге был у Сигмы... Посмотрим, что будет в третьей игре... Я думаю, что Роксы попытаются сыграть... Дефалтно... Своей стратой... С луной, либо гирокоптером... Опять же, с каким-нибудь сейвящим героем... Типа...